итак мы телеканал арт-питер и лена ларина алексей рябков она просверина проникли на закрытый пресс-показ фильма русский крест обещают эксклюзивы обещают интервью для нас и только для нас но в любом случае будем наслаждаться тем что есть в обстановке кинотеатра мираж снима под тернистый к небесам и надежда на спасение а народу строить храм не во сне ли все это было не во сне работа очень серьезная работа очень глубокая вот был ли страх внутри чтобы соприкоснуться с таким материалом или как-то вот смело нет ну а чего бояться на же мой мастер и михаил фельдшинский учил так все начал работать вперед в бой а там уже ты поймешь он нас слава богу всему научила мы пользуемся тем знаниями и умениями которые получили от него ну и опытом который уже давно в кино давно работаем поэтому нет страха не было ничего не было вопрос сложности нам только один найти в себе искренне и какие-то человеческие ноты которые раньше не находил ты пришел просить совета что придешь я знал про это был мне знак на случай сей сон я видел бой георгия со змеем бой святых и черных сил ты и он себя забывший пивший бедную жену никудышный все пропивший шел ты медленно ко дну ты со всеми заблудился но спасаться одному ваше ощущение от этой работы я знаю что вы только сейчас наверное вот еще надо все переосмыслить но тем не менее вот насколько вот глубокая работа и насколько вот серьезно работали над ней вот все создатели ну первое ищется в стихах надо сказать и это не сразу нашему брату как-то пьеска в стихах но пьесе в стихах мы привыкли мы и игрались а вот то что фильм в стихах это конечно и просто надо было оказаться на таких воздухах чтобы это все прожить и прочувствовать и чтобы это было понятие это не спеть стихи надо петь а тут ну и говорить и как и кому говорить это титану это по речнику надо было заговорить мы тебя везде искали что скажи произошло и конечно все обстоятельства они столько скрупулезные настолько и художники и реквизит это все было обставлено настолько подробно и тщательно что как-то ну то за речи о том что как-то скосить закосить на так сказать на просто вот романтирует историю такую что нереальную а в то время реальную когда он упрекает а ты что сколько ты можешь конкретно пить вот это и горе и беда и несчастье всем остальным вот это вот на это было очень серьезно как то это надо было просто насколько это сделать надо было готовиться конечно к этому морально и психологически и тучки и так далее вот такой мой был настрой и все эти съемки они ну вот в этом а а на понятие он как бы мне уже роли называется старец уже не не дедушка уже старец уже старец уже и поэтому надо что такое вещать а то и надо было не вещать а говорить проникать души я хотел вас всех просить может церковь восстановим может станет легче жить а вот режиссер сказал что вы в том числе убедили его на пробах с хорошим знанием текста это вы настолько готовились и настолько хотели сыграть эту роль да я хотел и сказал что нужно сделать все мой друг и мой директор максим королев играл максим давай сделаем все чтобы я сыграл эту роль и участвовал этой работе поэтому мы приложили максимум усилий тексту насколько это возможно я знал у нас были долгие пробы на сомнения какие-то переживания но потом мы пришли к одному кому-то знаменателю вот я здесь что тут думать прав росток сколько же можно в самом деле как же церковь не поднять я конечно признаюсь что работа с этой поэмой это огромная ответственность это 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 риск и в отношении самого жанра поэтического и в отношении тема делать фильм о покаянии это да это риск так иван ростов от рода славу тихую снискал и почтение народа хоть сам о том не знал почему научил вас ваш персонаж ребята мне вот прям вот если бы тем каждый персонаж чудо выучил и переделал от меня ничего не осталось но так сеть но виска очевидная но очень интересная и трудная роль и это да а так что вот просто я менялся ну ну знаете в театре мы играем не знаю толстого а утром две сказки но если каждый отдаваться вот так его ряд на сцене это мой принцип ясношим учитель умрет не умрет на сцене вот я как-то не согласен чем не умирать на сцене когда у меня завтра две сказки и вечер спектакль а сегодня там живой труп ну так это же надо как-то каким-то образом восстанавливаться и завтра еще сказывать и побегать в паштаниках рассказки а в россии все сначала не впервые начинать истреблялась исчезала а потом глядишь опять из-под пепла из-под праха где чернела пустота после крови после страха вырастала красота закончился приспоказ неоднозначные ощущения от картины в целом но наверное важно сделать акцент на главном очень нужно искать себя очень нужно искать свой путь но при этом всегда понимать что главный ответ находится здесь а не где-то еще таково мнение телеканала арт-питер лена лайн алексей рябков анна просверина с благодарностью за эксклюзивный момент и хорошие материалы